Здравствуйте, дорогие друзья. Судя по оценкам, мой вчерашний урок оказался слишком философским. Все, уходим от этой темы. Итак, вернемся к нашей недельной главе. Вы знаете, в Торе есть все, в том числе и об одном из самых важных таких вопросов в воспитании. Вопрос воспитания, вопрос взаимоотношения поколений. Он очень важный, казалось бы, сколько ученых. Вот берем нашу недельную главу и половина ответов уже есть. Смотрите, сброд написано, который был в их среде, стал проявлять прихоти и требовал мяса. Пишут, разве мяса у них не было, они же написано вышли с огромными стадами, там вообще никакой проблемы у меня. Говорят мудрецы, что дело в том, что сыны Израиля привыкли уже в это время получать все даром. У них была бесплатная пища любого вида, ман, пожалуйста, минеральная вода из колодца, мирьям, лучшего вида. Одежда и обувь не вершала, то есть была бесплатная. То есть все бесплатно, электроэнергия, огненный столб стоял, инфраструктура, безопасность, там все, все. То рассвидетельствует, что у них не было ни в чем недостатка. Да и сами сыны Израиля сказали прямым текстом. Помним мы там рыбу, тет-тет-тей, дынь, которые ели даром, даром. Поэтому мясо они хотели получить даром написанным. И отсюда делается большой вывод педагогический. Дети ведь тоже получают много бесплатно на подносике. И тем не менее мы должны научить своих детей, говорят мудрецы, благодарности по отношению к родителям. Научить их уважать родителей, ценить их. Ценить то, что они получают в доме, а не просто получать это даром. Потому что сама суть воспитания, это сколько стоит бесплатно. И вот это слово даром, оно мешает. Вообще сказали мудрецы и другую вещь, что во взаимоотношениях более взрослого человека с молодым поколением, и родителей с детьми, и учителей с учеником, кстати, тоже. Неумение наладить контакт является ошибкой того, кто знает больше. Что бы мы ни рассказывали, мы не нашли нужных слов, мы не говорили от чистого сердца. Написали, что ругать того, что влач за то, что он не получается что-то, это как бронить плачущего младенца. Есть ответ еще один в нашей недельной главе. А насколько вот говорят, что мои дети выросли, я им не должен помогать. Разочарую весь ответ нашей недельной главы. Один молодой хасид пожаловался Рэбе своему, что отец достаточно сжиточный, но не помогает после того, как он женился. Рэбе вызвал, он говорит, да, я всю жизнь работал, но сейчас я уже смотрю, что они все, семья у них, что всю жизнь должен за ними ходить. И Рэбе взял пяти книжек, открыл нашу недельную главу и говорит, что когда евреи пришли к Маше с требованием, чтобы он дал им мясо, там он обращается к Всевышнему, говорит, что я родил их. То есть здесь можно задать вопрос, для чего Маше так подчеркивает, что он не родил их. Сказал бы, что у него нет мяса, все остальное там и так далее. Потому что говорят мудрецы, что если бы он их родил, то ответственность отца за обеспечение своих детей не имеет предела. Если он лишь в состоянии им помочь, то эта обязанность лежит на нем всегда, даже после жениться. Теперь расскажу одну интересную майсу о еврейском воспитании. Это о семье Вышецких, известный Равина, жив в Украине, работал. Шлома Вышецкий. И вот однажды в субботу, утром Шлома, которому было 9 лет, шел со своей мамой в городе Черновцы. Они были очень встревожены, знали, что сегодня необычный учебный день, итоговая контрольная, суббота. И как избежать осквернения субботы, просто не понимали. По пути они встретили отца, он прошел мимо них и просто сказал, делай как понимаешь. Мама кивнула, и они пошли дальше. Холоднющая зима, дороги в грязи, лужи кругом, надо осторожно, неожиданно, без всякого предупреждения. Мать толкает сына прямо в холодную лужу. И маленький шлойми упал с ног до головы, мокрый, холодина. Он потом говорит, я почувствовал, что та же рука, которая толкнула меня, подняла потом, и я все понял. В школе встретились с тревогой, что с мальчиком, как так. Мама говорит, нет, мы останемся, надо писать контрольную. Нет, немедленно уходите. И вот ребенка отправили все равно домой. Они избежали нарушения субботы. И вот они домой, ребенок мокрый и мать. Когда вернулись домой, известный был раввин такой, который знает о всем мире. Известный хасид Мендель Футерфас там был. Он много лет отсидел в сталинских лагерях. Он спросил у меня, а как у тебя хватило смелости толкнуть ребенка? Она говорит, мой отец Шлома Раскин был простым хасидом. И последний раз осенью 1927 года, последний тишлей, когда шестой любавческий рэбе Ицкак Шнерсон был в России. Многие хасиды поехали к нему, точнее рискнули поехать. Потому что ГПУ уже следило за всеми. И мой отец, Бенсон Раскин, он приказал своим детям, сыновьям, которые немножко опасались, тоже поехать. И мой отец поехал туда, пробыл там почти месяц, и он вернулся простуженный, слабый. И когда его спросили, что ты там видел, он сказал, мне ничего сказать. Толкались очень, я ничего почти не понимал, но вдруг он взял хумаж, влез на стол, начал танцевать. Вот это я видел, он говорит, как рэбе танцевал на Симхат-Таран. Еще, говорит, я видел, что он кричал, в воспитании детей надо идти до мессирут-нефеш, до самопожертвования. И вот этот танец, и вот эти слова помогли мне толкнуть моего сына. Вот такие дела, ребята. Брэхавэцлха.